Каждому, кто пишет стихи, знакомо это мучительное состояние, когда в твоем организме, казалось бы, вне зависимости от тебя, начинают рождаться строчки. Иногда вместе со строчками звучит мелодия, и тогда из тебя выходит готовое музыкально-поэтическое произведение – песня. И ты берешь в руки гитару и исполняешь ее двум-трем близким друзьям. А потом наступает тот замечательный момент, когда ты со своей гитарой выходишь к микрофону на сцену, и твою песню вместе с тобой поют сотни, тысячи незнакомых тебе людей. Ищи собрать в рюкзак, хлеб, что поможет в дальней дороге, где-то остался мрак. А где мы находимся, знаешь ли, шмот? С надеждой в сердце, станем обученными без соцсетей, лайк не водителям. Которых встречаем в днем и ночи, мы в высокий смс-к родителям. Холод дороги, согретый сердцами, мы над землей, мы под небесами. Столбы вдоль дороги укажут нам путь, и солнце, чтоб было светлее чуть-чуть, чтоб дальше добраться. Не нужно билетов, дорожная пыль из подстопленных кетов. В веке согреют нас до зимы, где дороги, свободные, как мы. И сегодня герой нашей программы, рок-музыкант, автор-исполнитель Иван Вапилов. Знакомьтесь. Здравствуйте, Иван. Я очень рада с вами познакомиться. Взаимно. У меня такое сейчас, знаете, чувство, когда я вас вижу, я знаю ваши песни, во-первых. И мне кажется, что то же самое испытывали когда-то поклонники Владимира Высоцкого, которые слушали его на магнитофонных лентах, не видели его, а потом попадали на его концерт и видели его впервые воочию. Скажите, у меня правильное ощущение, Высоцкий произвел на вас впечатление? Я на его песнях воспитывался. Его и дедушка мой очень любил, и отец любит и слушает. Ну и сначала я не могу сказать, что особо его понимал, но просто недорос бывает такое. Как вот, например, у моего друга Жени Бережнова есть хорошая фраза очень в песне, она мне очень нравится, что «Мне каждый поэт интересен, но я не к любому готов». Очень емкая фраза. Я, видимо, был тогда еще не готов к Высоцкому. А потом, наверное, в классе в 10-м, кажется, может в 11-м, я для себя открыл Высоцкого, стал слушать его больше. Ну и могу сказать, что да, в какой-то степени, я уже после этого стал писать песни просто. Наверное, взглядами на жизнь. Наверное, взглядами на жизнь в какой-то степени действительно вот он настоящий. У него это справедливость, это правда, это, не знаю, упорство. Вот он настоящий. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Мне очень странным показалось, что вы вот перед тем, как мы с вами перед программой разговаривали, сказали, что вы Высоцкого не считаете бардом, себя не считаете бардом, а все-таки вы настаиваете на понятии рок-музыка. И вы даже сказали, что и Высоцкий – это рок-музыка. Почему? Вы как-то так совершенно опровергаете представление об авторской песне. Почти так, почти так. На самом деле Высоцкого я не считаю в том числе и рокером, но я его считаю основоположником русского рока, вот такого, который социальный, который может в какой-то степени андеграундный, хотя и не панк-рока ни в коем случае. Я его вообще не могу причислить ни к одному из стилей, он настолько отдельный, он настолько самобытный. Почему Вы отказались от названия бард? Наверное, потому что барды, они в первую очередь лирики, и только лирики, а у рокеров присутствует то, я, конечно, могу ошибаться, скорее всего, у рокеров присутствует некий протест, в первую очередь социальный, некий вот такой вот протест, которого я не нахожу в бардах. Иван, скажите, когда у Вас возникло чувство или уверенность, что Вы вообще имеете право со своим творчеством выйти к людям, то есть на большую сцену, что это будет интересно вот не двум-трем друзьям? Это же большая ответственность. Да, конечно. Насчет ответственности полностью согласен. Ну, когда я вообще начал писать песни, это, наверное, был класс 10-й или 11-й. Первые попытки, естественно, я эти песни не пою, они слишком, мне кажется, примитивными, понятное дело, мне просто хотелось уметь писать песни. Мне казалось, что их могут писать взрослые, крутые, там, какие-нибудь дядьки, которые всю жизнь, можно сказать, познали. Но мне хотелось быть на сцене, наверное, лет с четырех мечтал. Мне хотелось вот с настоящим микрофоном, это же так, типа, круто. Как там у Макаревича, вот, только маленький мальчик, не затоптанный в строй, не знающий слово «страх», очень хочет быть новым последним героем с красивой гитарой в руках. И только маленький мальчик, не затоптанный в строй, не знающий слово «страх». Очень хочет быть новым последним героем с красивой гитарой в руках. И вот тогда, в классе, наверное, в девятом или в десятом, я познакомился с Женей Бережным. И у него тогда были очень неплохие песни на тот момент. И я подумал, в таком возрасте можно писать крутые песни, мне нравятся. А что, если он может, значит, и я могу. То есть это пример той самой созидательной белой зависти, если можно это так называть. И я подумал, а что я не могу. Ну и стал как-то пробовать, я же говорю, первые песни были совсем примитивные. Естественно, я их сейчас не пою. Потом как-то вот так вот песня за песней, что-то получалось, и уже кто-то говорит, ну классная песня, мне нравится. Опять же, замечательными критиками у меня в этом плане всегда были мои родители. Они слушают примерно ту же музыку, особенно папа. Опять же, мама больше бардовская, папа больше рока. И они дают правильные советы. Я в этом плане жутко благодарен, что они меня поддерживают в этом всегда. Папа подойдет, он, например, был на концерте, и скажет, типа так, ну вот здесь вот ты сложал, вот здесь, обрати внимание, ты затянул, вот здесь вот вообще как-то там, а так в целом неплохо. И в какой-то момент они стали уже говорить, что вот неплохие песни, там просите иногда их петь. Четкого момента, когда я конкретно это понял, я не знаю, оно было все постепенно. Давайте мы споем и тогда решим, чего в ваших песнях больше. Рока или бардовского жанра, протеста или лирики. Ну, хотели протест, можно и протест. Зачем ты плачешь, зверь, над моею судьбой? Я не теряю надежды, я пока живой. Не прилетит черный ворон, убери оскал. Я уже тысячу раз, вот так умирал. Я уже тысячу раз, закрывал глаза. Но мне когда-то один умный парень сказал, не теряй надежды, мы в огне не горим. Мы на твердой земле по жизни стоим. Мы не можем упасть, мы не можем спалить. В нас швыряют камни, но нас не убить. А мы в лицо им смеемся, даже в жарком огне. И даже планы не ада, говорим о цене. Мы сегодня здесь, а завтра будем там. И снова вкус победы промочил нам пустам. И на празднике жизни каждый день. Короли, у нас есть главный козы, у нас победа внутри. Здесь все живут, в королевстве кривых зеркал. А я пытаюсь найти на все вопросы ответ. Говорят, что до меня уже кто-то искал. Говорят, что искать уже смысла нет. А в гривых зеркалах царит полумрак. Выбирают шута и сажают на трон. Тихо бедствуют умный, а в почете дурак. И рады кофейкам, проиграв миллион. Так поплачет зверь, не держи в себе. И я не знаю, зачем я на этой войне. Вон летит черный ворон, но уже не за мной. И все равно я не лично останусь живой. Здорово. Эту песню, кстати, я не слышала. Но все равно у вас же очень жизнеутверждающие песни. Они как бы все равно оставляют надежду. Скажите, это ваша принципиальная жизненная позиция? Всегда оставлять надежду и всегда... Ни в коем случае нельзя убить надежду. Более того, музыкант, поэт, ну не важно кто, деятель искусства. Это ответственность. Он для слушателей, если он их зацепил, в свою очередь, некий учитель. Некий как бы, как жить. То есть как бы, почему Цой, Высоцкий, там я знаю, Меркурий, не важно кто. Они почему собирали такие здоровенные залы? И почему таким большим ударом для людей было, когда они уходили? Потому что они буквально говорили людям, что делать дальше. Ну и плюс еще к тому же творчество, песни, то стихи, ну не важно что. Это человек передает астралин некую энергетику. Только самые настоящие переживания, только то, что вот здесь болит. Все равно должна быть какая-то надежда на то, что все будет круто. Более того, то есть как бы, один из моих жизненных позиций, это никогда не сдаваться. Вот что бы ни происходило, никогда не сдаваться. Жизнь все равно проверяет, жизнь проверяет на прочность. Она подкидывает какие-то испытания постоянно. И не важно, чем человек занимается. И испытания, то есть, а вот нужно ли тебе это на самом деле? Если человеку действительно нужно, он не сдастся. Бывает испытания, сначала жизнь подкидывает в пряник такой вот, очень вкусный. Например, там полный зал собрал, и все подпевают. Я думаю, вау, как круто. А потом, например, и думаешь, круто, я вот этим буду заниматься, у меня будут полные залы, я буду вообще молодец, у меня это все будет очень быстро, естественно. А потом хопа-хопа, и следующий концерт, два человека пришло. И думаешь, а нужно ли это вообще кому-нибудь? А нужно ли мне вообще этим заниматься? А потом думаешь, да в конце концов, у меня есть какие-то цели, у меня есть какие-то желания. Конечно нужно, я этим хочу заниматься, значит я не сдамся. Пусть хоть один человек придет на концерт, я все равно не сдамся и буду делать. Говорит, я не сдамся, не сдамся, не сдамся, и хоп, и уже снова полный зал. На тебе снова пряник, и еще больше, чем тот, что был раньше. И вот по такой синусоиде, как раз вот эти кнутые пряники, они как раз двигаются. Главное никогда не сдаваться, это важно. Волком вычь или птицей петь, делать то, что до тебя не смогли. Руки к небу, хочешь взлететь, но не пускает притяжение земли. Ты тянешься вверх, подальше отсюда, прочь от всех, кто не верил тебе. Сам для себя делаешь чудом, вопреки ненавистной судьбе. А может я птица, а может я могу летать, Стирая границы, где переходит воздух в морскую гладь. Я буду стремиться двигаться только вперед. Я верю в то, что я птица, и я сделаю этот взлет. Презренные люди смотрят вслед и твердят, как безумен ты. Но кто ты такой, чтоб сказать себе нет и убить соблазну высоты? А кто-то сидит в уютном болоте, а тебя зовут небеса. Тот, кто всю жизнь мечтал о свободе, обречен достигать ее сам. А может я птица, а может я могу летать, Стирая границы, где переходит воздух в морскую гладь. Я буду стремиться двигаться только вперед. Я верю в то, что я птица, и я сделаю этот взлет. И для первого раза полет недолг, но ты верил, что победишь. Пересилив себя, оторвавшись от пола, ты летел в направлении крыш. И надежда навысь ничуть не угасли, хоть полеты не твой удел. Вопреки всему, ты безумно счастлив, хоть минуту, но ты летел. А может я птица, а может я могу летать, Стирая границы, где переходит воздух в морскую гладь. Я буду стремиться двигаться только вперед. Я верю в то, что я птица, и я сделаю этот взлет. Я сделаю этот взлет. Я сделаю этот взлет. Иван Вопилов сегодня в нашей программе. Иван, мы сегодня заговорили о жанре авторской песни, вспомнили Владимира Высоцкого, который, я думаю, безусловно оказал влияние вообще на всех людей, которые пишут песни, сочиняют стихи, и стихи, вернее, оформляют в песне. Я знаю, что вы поете Высоцкого, помимо своих песен. Да, бывает. А можно вас попросить спеть вашу любимую песню Владимира Высоцкого? Вашу любимую. Это такое понятие растяжимое. На самом деле их очень много, любимых. Ну, да, конечно, конечно, чем нет, собственно. Да, регулярно бывает и с друзьями собираемся, и поем Высоцкого. Он классный. Моим друзьям нравится, и не только. Поэтому, да. Среди оплывших свечей и вечерних молитв, Средь военных трофеев и мирных костров Жили книжные дети, не знавшие битв, Изнывая от детских своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали на матери в срок, Мы ведь книги глотали пьянее от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, Иссосало под ложечкой сладко от фраз, И кружил наши головы запах борьбы, Со страниц пожелтевших, взлетая на нас, И пытались спасти чмы, Не знавшие войн за воинственных лич, Принимавшие войн тайну слова, Приказ на значение границ, Смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут, Столько пищи для маленьких наших мозгов, Мы на роли предателей, трусов и уц, В детских играх своих назначали врагов, И злодея следам не давали остыть, И прекраснейших дам обещали любить, И друзей, успокоив, и ближних любя, Мы на роли героев вводили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, Краткий век у забав столько боли вокруг, Попытайся ладони у мертвых разжать, И оружие принять из натруженных рук, Испытай, завладев еще теплым мечом, И доспехи надев, что почем, что почем, Разознай, кто ты, трус или звранник судьбы, И попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, И над первой потерей ты взвоешь скорбя, И когда ты без кожи останешься вдруг, От того, что убили его, не тебя, Ты поймешь, что узнал, отвлечил, Отыскал, паскал, забрал, Этот смерти оскал, Ложь и зло, посмотри, Как их лица грубы, И всегда позади воронье И гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, Если руки с ложа наблюдал с высока И в борьбу не вступил, С паслетом, с палачом, Значит, в жизни ты был ни при чем, Ни при чем. Если путь прорубая, Отцовским мечом, Ты соленые слезы на ус намотал, Если в жарком бою Ощутил, что почем, Значит, нужные книги Ты в детстве читал. Просто здорово. Я вынуждена вам сделать комплимент. Спасибо. Вы умудрились спеть Высоцкого, Абсолютно ему не подражая, Абсолютно по-своему, Совершенно не то, чтобы не испортить песню, А, наверное, если бы Владимир Семенович Мух вас видеть, он бы сказал вам спасибо За это исполнение. Спасибо, спасибо. Это для меня большой комплимент. Спасибо вам большое. Да, ну, действительно, Я считаю, что никогда нельзя подражать автору. Тогда исполнитель теряет свое собственное лицо, А в своем, как бы, виде, Но можно исполнять... Это еще говорит о том, Что вы хороший артист, между прочим. Классно, спасибо. А вы бы рискнули, например, Издать то, что вы пишете, Отдельным сборником Стихотворение без музыки? Честно говоря, сомневаюсь, Потому что мне кажется, По моему такому мнению, Что эти стихи, Они больше именно в виде песни звучат. Хотя, кто его знает? Мы подходим так немножко уже к завершению. Я специально на закуску оставила Мою любимую вашу песню «Дети рок-н-ролла». Но перед тем, как вы ее исполните, Я хочу вас спросить, Вы когда-нибудь анализировали, Почему сейчас возвращаются К рок-н-роллу? К тому, что, казалось бы, Уже осталось далеко в прошлом. Причем возвращаются молодые люди Вот вашего возраста. Мне кажется, Общество никогда от этого не уходило. Как только он появился, Обязательно он всегда был и будет, По-любому. То есть, как бы, В отличие от той же попсы, Которая... Ну, не в обиду любителям Этих вот виртуозов будет сказано, Но, тем не менее, Там как бы они по сезонам живут. Одни пришли, Другие как бы... Потом они как-то свое отпели, Потом о них перестали говорить, Они ушли. А там тех же... Майка Науменко, Там Башлачева, Цоя, в конце концов, Там Курта Поют до сих пор И будут петь еще очень много, Потому что у них настоящее, У них живое. Они пели только про то, Что болело. Песня посвящается Всем ушедшим музыкантам. Да, еще стоит напомнить, Что была написана На похоронах Классного очень Харьковска, А потом еще и московского Руконрольщика Виталия Бадло. Субтитры создавал DimaTorzok Я видел эти лисы, Что всюду можно встретить, Что растворились в серый день В толпе, как в вольный ветер, Игра с судьбой и прыгнув В беспечный андеграунд, Сложив в чехол гитару. Они не умирают в край, Где нету боли, За спиной с лесполом Уходят в вечные гастроли. Дети рок-н-ролла Уходят, не прощаясь, По трассе вдоль идут, И если живы песни их, Они живут. Я слышал эти ноты, Слова, что крепче камня, И вылетая из небес, Вонзилась грудь строка камнем, И я хотел найти их, Чтоб обо всем спросить. И я бежал, чтоб было сил, Боясь хоть слог забыть, В край, где нету боли. За спиной с лесполом Уходят в вечные гастроли. Дети рок-н-ролла Уходят, не прощаясь, По трассе вдоль идут, И если живы песни их, Они живут. Натягивайте струны, Да чтоб дрожали стены, И вспомнив эти строки, Мы пустим ток по венам. Кто крылья в ярком свете Безвременно сложил, Жить суждено им вечно, Кто уходить спешил В край, где нету боли. За спиной с лесполом Уходят в вечные гастроли. Дети рок-н-ролла Уходят, не прощаясь, По трассе вдоль идут, И если живы песни их, Они живут. Иван, я с огромным удовольствием разговаривала бы с вами еще часа два И слушала ваши песни, но, к сожалению, наше время Подходит к концу, И я желаю вам Меньше разочарования, Я понимаю, что с вашим добрым характером И альтруизмом это невозможно. И чтобы из ваших песен Никогда не исчезала надежда, Потому что любое произведение искусства Должно оставлять человеку надежду, И будет только светлые мысли и эмоции. Если это по-другому, Это тогда не имеет никакого смысла. Конечно, все будет круто, Я в этом не сомневаюсь абсолютно, И всем это говорю, Все будет круто, а! Чтобы дальше набраться, Не нужно билетов, Дорожная пыль Из постолканных кедов И феньки согреют нас до зимы, Где дороги? Где дороги? Свободные, как мы! Свободные, как мы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok